Всем привет! В этом видео я хотел рассказать о двух интересных штучках, о двух интересных техниках, которые я применяю уже больше 10 лет в сфере ресурсного оздоровления. Это так называемая техника СВ, свойства выгоды, и техника рецепта. Что такое СВ? С одной стороны, массажно-тепловые оборудования имеют возможность или свойство воздействовать на иммунитет, на кровоток, на нервную систему, на регенерацию, на движение, на энергию. С другой стороны, болезни или запросы, они тоже могут раскладываться на эти же ресурсы. В. Выгоды, которые ищет клиент. Ну, допустим, гипертония начинается с поломки ресурса N. Нервная система копила стресс, сосудистый центр решил, что надо делать высокое давление, это первый ресурс N ломается. После подключается поломка ресурса K кровотока, и в конце концов присоединяется через 5-7 лет поломка ресурса R регенерации. Когда уже атеросклероз появляется в сосудах, как следствие гипертонии. Или же, например, ресурс, не ресурс, а межпозвоночная грыжа. Ломается первый ресурс движения M мышцы, движения D, ресурс D мышцы в хроническом спазме. Приводит к поломке второго ресурса, это кровоток. Вокруг диска ухудшается кровоток межпозвоночного. А в конце концов нарушается его регенерация, ресурс R. И когда грыжа вытекает, она давит на нервный корешок, ресурс N. Вот такая логика из событий у разных болезней или у запросов. А соответственно, ей надо подобрать воздействие вот этих массажно-тепловых оздоровительных приборов. Есть еще одна, это технология СВ. Есть еще технология рецепт. 9 пунктов. Что, какой массажер, когда, в какое время суток, вечером, утром, в обед, после обеда, на ночь. Куда, в какую часть тела, сколько температура, режим, кому можно, кому нельзя. Дети, взрослые, пожилые люди, с болячками, без болячек. Как будет происходить реакция, обострение и так далее, и так далее. К чему я все говорю. Можно эти технологии не соблюдать. Что по итогу имеем? На ветер выброшены деньги. Первое. Не дай бог еще купили какую-то штукенцию, неправильно применяли, причинили вред здоровью, или не достигли своего результата, которого хотели. Никому не хорошо, всем неприятно. Если соблюдать рецепт, что будет? Будет достигнут результат, оздоровление, удовольствие, кайф, возможность оздоравливаться дальше, дальше и дальше. Мысли мои о чем? О технологичности. В ресурсной медицине технологичность тоже есть. И без нее плохо, а с ней хорошо. Ждите следующее письмо. Мы будем с вами продолжать погружаться в мир иной медицины. Ресурсного оздоровления. С вами Александр Молков.